Друзья, намаскар! Может ли практика йоги занимать полчаса времени? Я уверена, что многие из вас задаются этим вопросом. Все-таки полтора часа в день выкроить гораздо сложнее, чем половину часа. Соответственно, некоторые принимают решение вообще ничего не делать, чем сделать практику и потерять время. Я решила сегодня снять для вас видео короткий, но очень эффективный действенный комплекс, который будет представлять из себя сочетание привычной и приятной, знакомой нам виньяса йоги и упражнений из йога-табад. Последнее время мне очень откликаются именно такие интенсивные силовые упражнения, потому что они действительно эффективны, они очень быстро приводят к нам, к качественному ожидаемому результату, но они достаточно тяжелы и, если откровенно говорить, скучны, но, по крайней мере, по сравнению с линия со флоу. Поэтому я решила миксануть и снять вот это видео практически экспромтом. Надеюсь, вам понравится. Вы оцените этот урок лайками, своим участием и комментариями после этого видео. Ну что ж, мы начнем. Мы не будем тратить много времени на разминку, потому что мы и так себя согреем силовыми упражнениями. Сделаем легкую суставную в кошке. Стоим на четверенькие руки, разводим в шире поврика и выполняем вращение позвоночником, задействуя суставы рук. Таким образом мы разогреваем и свой позвоночник, и мышцы спины, и мышцы рук. Скажем так, делаем упражнение три в одном. Здесь же мы налаживаем свой дыхательный ритм, дышим носом. Желательно применять дыхание у джаи. И, в принципе, этот тип дыхания, его можно применять, выполняя любые упражнения, и силовые по табати, и интервальные в том числе. Несколько вращений в одну сторону, и столько же примерно кратное количество вращений в другую сторону. Стараемся сильнее сгибать руки в локтях, опускать грудь ниже. Отлично. Хорошо. Подобную гимнастику сделаем и для тазобедренных суставов. Вращаем ногой, согнутой в колене, наружу. Поднимаем колено выше. Держим банки, держим пресс под контролем. Контролируем также свое спокойное, размеренное дыхание. В другую сторону. Меняем. Работаем с другой стороной. Колено выше. В обратную. Сейчас короткая связочка из положения маржириасаны кошки на коротких фиксациях. Буквально по два дыхательных цикла. Итак, скручиваемся вправо. Ставим левую ногу на носок, поднимаем правую руку. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Скручиваемся влево в паре и ташашанкасане. Плечо на пол, голова на пол. Накрываем себя левой рукой. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Поднимаем левую ногу от пола. Ведем ее влево, влево, влево до правой руки. И остаемся еще здесь. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Левую ногу оставляем, где она есть. Левая рука под плечом. Поднимаемся. И вытягиваем правую руку в сторону. А левую ногу поднимаем до параллели с полом. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Растягиваемся по диагонали. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Правая ладонь на пол. Правая нога на носок и на стопу. Разворачиваемся правым боком вниз. Прикрасно вытягиваем левый бок. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Поднимаемся на центр. Руки в сторону растянулись. И меняем в сторону наклона левое предплечье на бедро. Вытягиваем правый бок. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Возвращаемся в центр. Разворачиваемся вперед. Ладони под плечи. Левую ногу на носок. Правое колено подтягиваем к лбу планка. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отшагиваем правую ногу планка. Вдох. Четуранга. Выдох. Собака мордой вверх. Вдох. Собака мордой вниз. Выдох. Опускаем колени на пол. Выполняем ту же серию упражнений для левой стороны. Правая нога на носок. Левая рука вверх. Разворачиваемся. Держим скрутку. Два дыхания. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Кладем левую руку на предплечье. Скручиваемся вправо. Накрываем себя правой рукой. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Усложняем баланс. Правая нога до параллели с полом. Двигается вправо, пока не опустится на левую ладонь. Еще два дыхания. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отлично. Правая ладонь под плечо. Достаем левую руку, вытягиваем ее в сторону и поднимаем правую ногу до параллели с полом. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь растягиваемся по диагонали. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Левая ладонь под плечо. Правая на носок и на стопу. Поворачиваемся левым боком вниз. Вытягиваем правый бок. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. В центр. Вдох. Наклон вправо. Вытягиваем левый бок. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Снова поднимаемся. Вдох. И разворачиваемся в короткий край коврика. Поворачиваем правую ногу на носок. Переходим в планку. Левое колено колбу. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Шаг левой ногой. Планка. Вдох. Четуранга. Выдох. Собака мордой вверх. Вдох. Собака мордой вниз. Выдох. Остаемся. Спокойный вдох. Спокойный выдох. Спокойный вдох. Спокойный выдох. Вдох. И первая табата, которую мы будем выполнять, это переход из экопада адха мукха шванасаны в вариант экопада раджа капотасана. Поза из позы собака мордой вниз ногой вверх в позу голубя. Выглядеть это будет следующим образом. Отстройка в собаке мордой вниз адха мукха шванасана. Правая нога вверх. Вдох. Сгибаем правое колено через планку. Выходим в голубя. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Очевидно, раз у нас две ноги, то наша работа будет асимметричной. Один подход мы будем работать с правой ногой, другой подход с левой. И таким образом за один протокол выполняем по 4 упражнения на каждую сторону. Итак, я включаю наш веселый таймер, веселую музыку табата, чтобы нам легче было работать. И мы начинаем базовая строка собака мордой вниз. Поехали. С правой ноги начинаем. Отдыхаем собаке мордой вниз. И готовимся на левую ногу. Отдыхаем. Отдыхаем. Правая нога. Отдыхаем. Отдыхаем. Левая нога. Половину сделали. Отдыхаем. Смена ног. Отдыхаем. 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 Последний подход. На левую ногу. Отлично. Отлично. Супер. Разгружаем руки. Я надеюсь, вы почувствовали все прелести работы рук, плеч, спины. И почти не заметили работу стазобедренных, а она там была. Небольшая компенсация. Замок разворачиваем к потолку. И движение плечами, вращение назад. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Каждым разом руки чуть дальше за голову вводим. Семь. Восемь. Девять. Десять. Вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Десять. Руки за голову вводим. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки за спину. Замок. Стягиваем. Ладошки. Разгибаем локти. Сводим лопатки к позвоночнику. На вдохе вытягиваемся. На выдохе наклон вперед. Лоб на пол. Замок как можно выше. Остаемся. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отлично. Хорошо. Переходим в следующий сет. Виньяса йоги. Собака мордемит. Базовая отстройка. И делаем шаг правой ногой вперед. Санчаласану. Шагнули. Мы знаем, что если мы не умеем шагать далеко, мы помогаем себе одной минутой зашагнуть. Колено на пол. Вытягиваем позвоночник. И тоже два дыхания. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Антагонист этой позы. Архатриканасана или Архахануманасана. Вытягиваемся вдоль правого бедра, разгибая колено. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отлично. Выпад. Левую ногу ставим на носок. Колено левой ноги разгибаем. Переходим в война один. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Разворачиваемся. Широкий край коврика. Войн два. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Разгибаем правое колено. Таз уводим влево, вытягивая правый бок. Выходим в треугольник. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Отсюда переходим в боковую планку. Левая ладонь на пол. Левую ногу разворачиваем на внешний край. И отшагиваем правой ногой к левой. Боковая планка левым боком вниз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отлично. Планка. Из планки через четуранку на выдохе переходим в положение лежа на животе. Ладонь на затылок. Стопы вместе. Прогибаемся. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И выжимаем себя в планку, желательно оставляя стопы на подъемах. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Перекат. Через пальцы ног в собаку, мордой вниз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. То же самое выполняем на левую ногу. Шаг левой ногой вперед. Правая колена на пол. Вытянули сачаласану. Вдох. Выдох. Выдох. Вдох. Выдох. Артха хануманасана. Разгибаем левое колено, стопа на себя, ладони под плечи. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отлично. Выпад на левое колено, правую ногу ставим носок, разгибаем колено. Переходим в вою на первого. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. И переходим в вою на второго в поперечной плоскости. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Разгибаем левое колено. Вдох. И на выдохе от стройков триконасану. Внимание, переключаем на правую ладонь. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Выдох. Боковая планка. Правая ладошка под плечо, правая нога на внешнее ребро. Левое от шаг. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Левая ладонь на пол. Вдох. Через щиту рангу мягко ложимся на живот. Выдох. Руки за спину в замок. Шалабхасана. Поднимаем все выше. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И опять планка, арха четверанга, стопы на подъемах. Выжимаем себя. Округляем спину. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Перекат через пальцы ног, собака мордой вниз. Спокойный вдох. Спокойный выдох. Отлично. Опускаем колени на пол и смотрим, что у нас будет дальше. А дальше у нас будет вторая табата для ног. И упражнения будем делать следующие. Переход от вирабхадрасаны 1 через рудрасану, вирабхадрасану 1, на другую сторону. Соответственно, здесь очень хорошо будет прорабатываться тазобедренный сустав. Справа-слева. Потому что мы будем чередовать положение закрытого таза через положение открытого. И закрывать таз на другую сторону. Очень хорошо будут работать мышцы ног. Причем тотально все. И передняя сторона бедра, и задняя. И разгибатели ягодичные мышцы. И тем не менее, помним о технике безопасности. В рудрасане мы избегаем прогиб в пояснице. И встаем так, чтобы колени были сонаправлены со стопами. Не нужно слишком широко их раздвигать. Делайте комфортную диагональ. Чтобы колени и пальцы ног смотрели в одно направление. Правая и левая нога. То же самое в воинах. Но маленький лайфхак, маленький нюанс. Колено задней ноги прямое должно быть. Нога должна быть прямая. Потому что если колено чуть-чуть подсохнуто, вы теряете, существенно теряете работу квадрицепса. Ну а наша задача включиться по полной. Поэтому, соответственно, задняя нога в воине один прямая. Передняя нога 90 градусов в коленном суставе. Бедро параллельно полу. И в рудрасане тоже тотальный контроль. Таз можно опускать ниже, разводя колени в стороны. Отведение в тазобедренном суставе. Возвращаемся к нашей веселой музычке. Будьте готовы, что будет тяжело. Но мы, конечно же, справимся. Ну что ж. Рудрасами выдох, воинник до. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Отдыхаем в наклоне. Выдох, вдох. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выдох, вдох. Выдох, вдох. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последний подход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 что с вами все в порядке. Очень это надеюсь. Спотряхиваем ноги. И подходим к началу коврика. Со вдохом уртва хастасана вытягиваемся. На выдохе ууттанасана наклон. Вдох, артва ууттанасана. Выдох, планка чехранков. Вдох, собака вверх. Выдох, собака вниз. Спокойный вдох, восстанавливаем дыхательный ритм. Выдох, вдох, выдох. И делаем шаг правой ногой вперед. Левую ногу опускаем на колено. Отстраиваем к санчаласану и переходим в ашва санчаласану. Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Левая ладонь на пол. Разворачиваемся грудью вправо, скручиваясь. Сгибаем левую ногу в колени. И, если получается, делаем захват, либо используем ремень для захвата. Подтягиваем пятку к ягодице, тянем переднюю сторону левого бедра. Очень актуально сейчас это сделать. Вдох, выдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Отпускаем левую ногу. Ставим ее на носок, разгибаем правую ногу в колени, вытягиваемся. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И соединяем эти две подвижности. Снова левое колено на пол. Садимся в полувирасану. Здесь у нас опять растяжка по передней стороне бедра в меньшей степени, чем в предыдущей позе, но тем не менее. И подтягиваем правое бедро к животу, захват за стопу, стараясь разгибать колено. Кроун часану. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Отлично. Хорошо. Отпускаем правую ногу. Толкаем руками пол. Делаем выпад. Левую ногу ставим на носок. Ладони чуть вперед по отношению к правой ноге. Поднимаем левую ногу, вертикальный шпагат. Вдох, выдох. Вдох. Подбираемся ближе корпусом к ноге. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отлично. Левый отшаг. И через широкий шаг пробуем выйти в хаммун. Но манаса может шпагаться с его нагрузкой или остаемся в широком шаге, который для нас сегодня возможен. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Отлично. Из этого положения толкаем ладошками пол, подтягиваем правое колено к себе, выкладываем голубя и выполняем свой вариант королевского голубя захватом за левую ногу. Захват может быть простой, но культируем прогиб лопатки вместе. Либо усложненный кольцевым захватом можно использовать оборудование. Держимся. Вдох, выдох, вдох, выдох. Отлично. Отпускаем левую ногу, немного облокачиваемся на правый бедрок, выводим левую ногу вперед. И если получается не отрывать левую ягодицу от пола, перешагиваем стопой через колено. Если при этом левая ягодица оторвалась от пола, тогда все-таки левая нога не перешагивает через колено, стоит здесь и таз прижат. Наша задача сделать скрутку. Разворачиваемся грудью влево, подныриваем правым предплечем под бедро. Для этого нужно сделать вращение кнутри в правом плече. И если все получилось, тогда захват за левую руку, взгляд за плечом. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Отпускаем захваты. Левая рука осталась за спиной. Мы ее сгибаем в локте, направляя предплечье вдоль позвоночника. Вытягиваем вперед. Правую ногу, левая нога осталась с лодыжкой на бедре. Можно сделать полулутас, либо оставить вариацию артха Агнистанхасен. И правая рука сверху, захват. В этом варианте мы выполняем наклон вперед, стараясь локтем правой руки, да, в правом локтем, дотянуться до большого пальца правой стопы. Хорошее вытяжение. Остаемся здесь еще. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, выдох. И вдох, выдох. Отлично. С обдохом поднимаемся, освобождаем руки, освобождаем ноги, через венясу возвращаемся в собаку морды вниз. Крест голени, вдох, четуранга, выдох. Уртхвамукхашванасана, вдох. Адхвамукхашванасана, выдох. И все то же самое с левой ноги. Шаг левой ногой вперед, вдох, правое колено на пол. Отстраиваем санчаласану и переходим в вариацию ашва санчаласану с прогибом. Держим бандхи обязательно, дышим, вдох. Выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Переходим в скрутку, правая ладонь на пол, разворачиваемся грудью влево. И делаем левой рукой захват за правую штабу, подтягивая пятку к ягодицы. Вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Отпускаем правую ногу. Ставим ее на носок, поднимаем колено и наклон к левой ноге. Вдох, выдох, вдох, вдох, выдох. Правое колено на пол. Переходим в полу-верасану на правую ногу. И подтягиваем левое бедро к животу, разгибаем колено, выходим в краунчасану. Свой вариант. Важно, чтобы бедро было у живота и мы чувствовали растяжку задней стороны левой ноги. Вдох, выдох, вдох, вдох, выдох. Хорошо. Отпускаем левую ногу. Толкаем руками пол, приподнимаемся. Переходим в выпад и вертикальный шпагат. Руки по обе стороны от левой стопы. Силовой вариант шпагата, честно. Дышим. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, выдох, вдох, вдох, выдох. Такой же вариант, та же поза, только разворачиваем картинку в пространстве и тоже активная работа ног. Вдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, вдох и выдох. Переходим в голубя. Теперь поднимаем толка руками пол, сгибаем левое колено. И в этом варианте мы делаем прогиб, делаем захват руками за правую ногу, стараясь сводить лопатки, держать корпус вертикально. Опять же, если на ту сторону практиковали кольцевой, делаем и на эту. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Отлично. Отпускаем правую ногу, облокотитесь на левое бедро, аккуратненько выводим правую ногу вперед. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох, выдох, выдох. Отлично. Выходим из скрутки, вытягиваем нижнюю правую ногу. Левая у нас осталась в вариации Артхагнистамхазана, если мы можем сделать. Полутор сделаем. У нас была левая, правая рука за спиной, соответственно, мы ее оставили, развернули предплечье вдоль позвоночника, строили свой вариант для правой ноги. И захват, сейчас левая рука сверху, левая нога вытянута. На вдохе мы вытягиваемся вверх, на выдохе наклон и стремимся локтем дотянуться до большого пальца. И фиксируем у себя вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Отлично. Хорошо. Поднимаемся и переходим к третьей табате. Это будет две позы. По четыре подхода на каждую в одном протоколе. Силовой прогиб и силовое сгибание. Мы будем чередовать шалабхасану и артхановасану. То выполнять упражнение на животе, то выполнять упражнение на пояснице, прижимая поясницу к полу. В упрощенном подводящем варианте мы не используем оборудование. То есть мы делаем либо вот этот вариант, да, ну то есть вот этот вариант мы делаем, вытягиваясь, да, руками вперед, в стороны или назад. Так, здесь мы прорабатываем, в зависимости от того, куда у нас направлены руки, мы прорабатываем разные участки трапециевидной мышцы. Когда мы руки уводим назад, у нас работает нижний пучок трапеции, это легче всего, потому что здесь мышцы, как правило, сильнее, и в принципе мы себе помогаем, да, то есть вес рук нам помогает держать корпус. В сторону это средний пучок трапеции, уже чуть-чуть поинтереснее, и вверх это самое сложное, потому что верхние пучки, они самые слабые, и плюс вес руки, он постоянно нас тянет вниз под силой гравитации, и в общем здесь усиленно позу нужно давать себе больше. И вторая поза в этой связке артха-наваса, мы с прижатой поясницей, то же самое. Поясницу прижимаем, ноги в диагонали, руки могут быть здесь, здесь или за головой. Точно так же руки, когда мы уводим их за голову, сложнее держать позу в этом, с этим вариантом. Если вы хотите включиться на 300%, не на 100%, тогда я советую использовать блок, ягодский блок, кирпич, делая в шалабхасану, лежа на кирпиче, то есть таз должен быть прижат к кирпичу. В этом случае мы ноги наоборот не поднимаем, вы садите их пошире, чтобы вы плотно могли их прижимать, но зато грудная клетка будет подниматься гораздо выше. И вариант для рук вдоль тела, в стороны и вверх. Очень тяжелое упражнение, хочу вам сказать. Может быть даже не получится оставлять ноги прижатыми, тогда как вариант, вы ноги подсовываете под какую-то твердую опору, ну под диван, например, только будьте аккуратны. И на васане мы держим кирпич. Так, так, так. Удерживаем кирпич. Окей? Ну, я надеюсь, понятно, и я надеюсь, что вы, конечно, выбираете для себя сложный вариант, по крайней мере, для первых четырех подходов, да, а потом уже четыре можно будет избавиться от кирпича и делать чуть-чуть попроще. Начинаем всегда со сложного. Съедаем, как это говорится, съешь лягушку с утра, да, то есть сначала делаем самое сложное и неприятное, а потом уже, когда силы остаются, доделываем, насколько хватает ресурса. И, в принципе, это будет уже последняя часть нашей тренировки. Окей, я опять включаю нашу веселую музыку. И мы начинаем с прогиба. Окей, разворачиваем, взводную компенсацию. Прижимаем пояснице. Окей, пока пауза, мы разворачиваемся опять на живот. Вот, отстраиваемся. Поворачиваемся на спину. И дружимаем пояснице. Отлично. Ну, половину мы прошли. Осталось еще 4 подхода. Профессор. Осталось! Оу! Поехали! Последние два раза. Фух! Фух! Ух, это, пожалуй, было самое крутое и самое трудное упражнение. Я уверена, с вами все окей, и мы будем потихонечку заканчивать нашу практику. Ну как вы, подрились, подрились? Лично я очень. Отлично. Ну и вы догадались, раз мы сейчас прорабатывали прогибы и сгибания, мы сделаем прогибы и сгибания в более глубокой гибкостной йоговской форме. Уртхатханурасана. Переходим в позу моста. Столка на полу, бедра параллельно друг к другу. Даже если вы никогда не делали мостики, я уверена, что после серии шалабхатхана по протоколу табата мост у вас получится достаточно просто. Обязательно попробуйте, но на крайнем случае имейте ввиду, что вы не обязаны делать позу в полной форме. Сделайте подводящее упражнение, если пока вы не готовы делать мост целиком. Ну а я хочу, прям даже желаю сделать этот мостик. Поднимаем таз, ладонями толкаем пол, выходим в столик. И тянемся грудью к стенке, стараясь вывести плечи над ладонями. Расслабляем, дышим вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Подходим руками ближе, если получается вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, и вдох, и выдох. Отлично. Потихонечку возвращаемся в положение лежа на спине. Компенсируем себя по ванну к тазу. Покатайтесь на пояснице, сбросьте напряжение со спины. И обратное движение тела на сгибание делаем халасану. Делаем ее, если нет ограничений для перевернутых поз. Если ограничения есть, можно ограничиться, остановиться вот на таком варианте. Либо прижаться к стенке и сделать, например, пассивный поперечный шпагат. Тоже очень хорошо. Важно, что вы прижимаете в этом положении поясницу к полу. Вытягиваете поясничное тело, немножечко сокращая живот. У меня ограничений нет, поэтому я выхожу в полный вариант асаны. Ноги за голову. По сути, это наклон, только перевернутый. И остаемся здесь. Растягиваем заднюю сторону тела. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще вдох. И выдох. Отлично. Мягко возвращаем таз на пол. Вытягиваем руки, ноги. Можно немножко встряхнуться. Сбросить напряжение вот через вот эту тряску. Повернуть голову вправо-влево, устроить голову поудобнее. Растяну заднюю сторону шеи. Прикройте глаза. Отпускаем контроль за дыханием. Отпускаем банки. Все напряжение из тела. Расслабляем стопы. Колени. Бедра. Расслабляем ягодицы. Крестец. Поясницу. Область паха. Живот. Боковые стороны тела. Расслабляем грудную клетку. Ключицы. Плечи. Расслабляем всю спину. До лопаток. До шеи. Руки. Руки. Мышцы рук. Предплечье. Запястье. Кисти. Поднимаем внимание к голове. Расслабляем затылок. Макушку. Мышцы лица. Чувствуем, что дыхание уже успокоилось. Но в мышцах еще, возможно, сохраняется вибрация легкая. Дрожь после усилий. Я рекомендую вам остаться в шавасане еще на несколько минут. Пока эта дрожь, вибрация не сойдет на нет, это будет означать, что мышцы отпустили все напряжение, смогли расслабиться. После этой практики не обязательно оставаться долго в шавасане. У нас была достаточно короткая тренировка, соответственно, и практика релаксации не должна быть больше пяти минут. Дайте себе сбросить напряжение, восстановить силы, отдохнуть, накопить полученную энергию. И после того, как вы вернетесь из практики релаксации, обязательно понаблюдайте за собой, отследите свое состояние. Поблагодарите себя за это занятие. Поставьте лайк этому видео, поблагодарив меня за то, что я вам устроила это мероприятие. И будем с вами встречаться почаще, заниматься. Приглашаю вас присоединиться к моему летнему йога интенсиву, который проходит онлайн. И мы практически ежедневно с ребятами делаем разные практики в закрытом чате. Я оставлю ссылку на свой телеграм-канал. Подписывайтесь туда, там очень много интересной, полезной информации. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Тоже очень интересное новое сообщество, в котором я выкладываю самую актуальную, самую полезную информацию о йоге, о себе, о практиках. В общем, там много чего интересного. Всего вам хорошего, отличного дня. Намасте. Субтитры сделал DimaTorzok